Друзья, всем снова большой привет! С вами Strikes, мы снова играем в Emperion Galactic Survival, продолжаем нашу игру. Ой, смотрите, сколько тут... Панасохранял, да? Скажите мне. Я прочитал все ваши комментарии, пока не записывал серии, да? И поэтому учтем все ваши пожелания, очень прям я благодарен, ребят, что вы пишете советы и много чего по игре, потому что я в эту игру реально долго не играл и много чего забыл, где-то туплю, где-то на фоне других игр информация смешивается, поэтому уж извините, но буду исправляться, потому что вы мне подсказываете, это очень ценно для меня. Знаете, что мы будем делать в этой серии? Во-первых, я хотел... Че я хотел? Я хотел... Вы мне сказали, вот че. Вот че вы говорите. Говорит, решетки-то, говорит, пропускают хрень, надо, короче, стекло поставить. Это раз. Во-первых, мы поставим сейчас стекло. Во-вторых, нам нужно починить наш кораблик, потому что, видите, нам лобоухи сломали прям совсем. И вопрос в другом. У нас уровень апнулся? Нет. 17-й. Где мои скиллы? Где мои че? Так, 87. Отлично. Мне интересует... Мне интересует страйкс русский, как обычно. Вот что. Могу ли я скрафтить? Во-первых, почему я тебя не выключу? Вален. Чик. Чик, чик, чик. Ох, мать. Кого стреляешь ты? Кого стреляешь ты? Не та винтовая че. Так, кто-то еще остался, нет? Ну, я, в принципе, так и подумал. Блин, ребят, я надеюсь, вы не... Я надеюсь, вы не оглохли, потому что очень что-то громко было. Прям очень громко. Так, а где пацаны? Вот они все. Все трое тут лежат. Спасибо за шприцы. Наркоманы гребаные прилетели ко мне, значит, втроем. Ну, за патроны спасибо. Это как бы бесплатный довоз патронов. Так, я что хотел? Я хотел тебя выключить, во-первых. Как хорошо я вовремя не выключил эту самую. Как его? Ну, смотрите, сколько у нас еще тут патрончиков миллион. Кстати, можно отсюда часть... Часть вытащить. Алло, почему ты не выключаешься? Выключись. Так, и тебе надо дозаправить. Возьму вот эту штучку. Чпоньк. Пятнадцать миллиметров надо сделать. Так, смотрите, мы сейчас будем все... Ой, а что это? У меня все ячейки, что ли, улетели? Хера себе. Нормально. Ну, ладно, мы заправили зато. Смотрите, во-первых, нам надо его починить. Мы, в принципе, нормально начали серию, потому что... Ой, а я и базу выключил. Открой дверь, я зашел. Мы нормально серию начали, потому что... Во-первых, отбили базу сразу же, да? Вот. Я думаю, что они частенько будут к нам заведоваться. Может быть, раз в два дня. Вот. И... Так, вот эту солнечную я хотел поставить. Ладно, мы чуть попозже ее поставим. Вот эту сейчас мы зарядим сюда. А, ну у нас тут, в принципе, и так достаточно, но еще пусть будет. Вот. Потому что даже вот так вот, даже вот так вот. В принципе, пусть будет. Потом это сюда. Вот это вот все сюда. Кофеек хлебанем. Потом шприц сюда. Начну я пока и выкину. Что-то не до него сейчас реально. Так, а у меня еще фрукты какие-то тут в кармане. Это ж сюда. Блоки у нас там есть. Так, смотрите, что мы делаем. А, ну, во-первых, сохранимся, да? Потому что мы начали серию. Первое правило нормальной записи. Сохранись! Да? А потом уже, если что, откатишься. Вот, смотрите, нам надо сделать ремонтную станцию. Давайте посмотрим, прокачана она у нас или нет, во-первых. Потому что нам надо починить кораблик, и я хочу его починить в этом самом... Как его? Так, у нас, наверное, вот это уже улучшается, да? Потому что мы вот этих мочим. У нас тут должно быть все круто. Так, давайте начнем с базы. База. Где она у нас? Ремонтник там. Вот. Контроль ремонта. Давайте посмотрим, что нам нужно. Возможно, мы его ни хера не построим, да? Магнитный сердечник. Кобальт. Скази вы. Энергия. Матрица. Вот у нас матрицы нет. Скорее всего, не построим. Ни хрена. Ладно. Сколько-то на тебе чего не хватает. Давай, покажи мне. Хотя бы так, чисто на глаз посмотреть вообще, что как. Где? База. База. В смысле? Включись. Что за глюк? Что это был за глюк? Такой-то непонятный. Так. Это не то. Ну-ка, иди здесь. Где ты? Ну вот я не вижу. Так, давайте прямо вот так вот. Не то, не то, не то, не то. Здесь нет, здесь нету. Здесь нету, здесь нету, здесь нету. Тут тоже нету. Домотаем. Так. Тут нету, тут нету, нету, нету. Банкомат. Это не то, не то, не то. А у нас его тут и нету, действительно. Блять, а почему блоки? Блоки пропали. Че за еб-то заглюк? Шаблоны не шаблоны. Шаблоны не шаблоны. Контейнер. Алло, постройки, куда вы деваетесь? А, все, я понял тебя, друг. Друг ты мой. Я тебя понял. Вот. 8 штук магнитных сердечников. Понятно, все, хорошо, закрыли тему. Теперь, чтобы все это сделать, нам нужны магнитные сердечники. Где их взять? Где-нибудь на базах. Второе. Что нам нужно? Нам нужно стекло для маленького судна, да? Вот это вот. Маленькое судно, стекло, желательно бронь. А где оно? Где стекло? Стекло, 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 стекло. Только не говорите мне, что я здесь не могу сделать стекло для судна. Или оно у меня не прокачано, опять же. Давайте смотреть. Малое судно. О, можно пушки качать, но это ладно. Прямоугольный, фигольный. Или еще очень много зависит от того, что я здесь открою. Там дальше целый список открывается, нет? Ребята, а где стекла-то? Или их не надо качать, по идее? Нет, двери надо качать, значит. Ну, может он не в блоках? Вот они в блоках, точно. Страйк ступит. Так, ему жарко, понятно. Я первый этот джетпак выключи. Хорошо. Это у нас какое? Окно М. Прочное окно. Нам нужно прочное окно. Давай штуки три. Сделай, пожалуйста, прочного окна. Так, выключись, пожалуйста. Тебя горячен. А, вы мне еще сказали душ поставить, говорит. Поставить, говорит, страйк с душ и туалет. Будешь снимать радиацию и прочую всякую херню. Вот. Я вспомнил, ребята. Вы же мне советовали? Я вспомнил. Так, значит, душ-туалет, да, говорите? Душ-туалет, душ-туалет, душ-туалет. Ты где? База. База-туалет. Так, во-первых, мне нужен выход на крышу. У нас сколько блоков? Раз, два, три. Три блока. Сейчас мы прорубим окно. Окно в Париж. Раз, два, три. Пожалуйста, дай. Потом сортир. Сортир у нас, по-моему, в декоре, если я не ошибаюсь, да? И там вот, вот в этой вот штуке. Значит, надо две, две спальни. Подожди, у меня, по-моему, такие штуки есть. А, у меня есть такие штуки. Хорош. Хорош, блядь. Хорош. Стой. У меня есть такие. Вон они. Так, понятно. Все. Хорош. Погоди. А я могу какие-нибудь пукалки сделать новые для своей, 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 любимой этой? Ммм, е-е-е. Ракетное самонаведение. Ракетное просто. Ракетное самонаведение. Желательно две штучки. Патроны 15. Поскольку выработка. Давай вот так. И ракеты с самонаведением. Давай штук. Поскольку выработка. Семь, да? Ну давай штук 30. Хотя бы. Так, если мы сейчас сделаем самонаведение, это значит у нас будет уже шанс какой-то нападать на базу, агриться и вообще всех тут сливать. Хорошо. Что у нас по базе, по вот этой штучке? Надо заправить. Здесь у нас запас есть. Запаса нет, как обычно. Да? Ну, уже зато 600 бачей, кстати, есть у нас. Ммм. Так, а на никаких ракет у нас? Просто ракетница. Понятно. А это что, миниган? Миниган ракетница. А, вы еще вот что написали. Ну, короче, ладно. Я сейчас просто распыляюсь на все. Сейчас мы одно доделаем что-нибудь, и мы потом продолжим. Так, во-первых, вот эту штуку давай. Затем. Вот эту штуку мы поставим, значит, на выход от вот этой вот штуки, да? Наверху же надо ставить что-то, иначе будет у нас разгерметизация, как вы скажете. Так, пульки раз, пульки два. Что еще? Что еще надо? Ну, погнали. Где мы сделаем дырку на выход? Нам желательно не сломать эту, как его. А, еще два окна, да, у нас? Два окна надо заменить. Лучше больше. Лучше больше окна. Пожалуйста, большую базу. Окна. Прочные окна. Давай, раз, два, три, четыре. Четыре. Четыре окна будет у нас. А лучше пять-шесть. Вот, шесть. Шесть окон. Хорошо, патрон-таки делаются. Давайте мы сначала посмотрим, где нам нужно пробуриться. Сделаем это с крыши. Нам нужен выход на крышу, потому что нужно будет. Раз, сразу так и выскочил. О, кстати, здесь у нас тоже окно. Нормально так. Смотрите. Ну, я думаю, где-нибудь вот здесь, сбоку, наверное, да, нормально будет. Сейчас посмотрим, что у нас с этой стороны. К примеру, вот здесь. О, отлично. Я считаю, отлично. Вот, я покрашу потолок, говорит, в белой. Чпонг, 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 чпонг. Зашел такой, чжик, и я на базе. Если атака, сразу хоп, очки, и ты уже такой здесь. Естественно, здесь нам надо закрыть дырочку. Так, а есть какая-нибудь другая? Тут без разницы, да? Пусть вот такая будет. Вот так. Все. У нас есть выход. Отлично. Исправили ситуацию. Так, дальше вы мне сказали, говорит, турельку, говорит, можно сделать эту. Другую. Типа, открой инвентарь, там все показано, да? И это хорошо. И это мы проверим. К примеру, я хочу вот эту переделать. Могу я там переделать? Смотрите, я на зераксов не нападаю, они сразу со мной дружить хотят. Вот сука какие. Так, смотрите. Ух, какая, бляхомуха тут турелина. Игрок. Выдвижная. Ух ты ж, ёпт. Это типа прятать, да? Ну, это, знаете, больше круто подходит для этих. Как его. Это получается с целым блоком, да, она ставится? По сути, в целый блок. Но она получается как бы выше, прикольно. Прикольно. Давай посмотрим. Так, а ты можешь это убраться, типа отсюда нахер? Не, прикольно. Ну, я понял, как она работает. То есть, она может убраться, спрятаться, да, вот в блок. И её не будет видно. Круто. Круто. Можно, в принципе, экономить целый блок. Он, наверное, герметичный, поэтому можно было его... Блин, слушайте, а у нас вот эта штука-то не герметичная получается, да? Значит, надо вот эту штуку сломать тут. Чуть не накосячил, да? А то скажете, Страйкс, ты там дырку забыл, да? И в комментариях мне кто-нибудь напишет, Страйкс, ты дырку забыл, говорит, заделать. А я скажу, ни хрена не было такого. А ты скажешь, не, ты забыл. Стальной, конечно же, блок. Супер стальной. Вот. И давай мы чуть-чуть модернизируем нашу базу. Здесь тоже стальную. Всё-таки мы строимся по чуть-чуть, да? У нас должна быть база покруче. Так, далее. Далее. Чё у нас тут? Чё у нас тут? Я хотел поменять окна, да? Значит, с этими штуками мы разобрались. Можно сделать их выдвижные. Значит, они могут прятаться. Ну, это круто, когда в потолочек её там спрятал, да? Такая штука работает? Работает. Жик. Всё. Так. Далее. Что мы делаем? Здесь у нас всё достроилось. Выключим, чтобы, типа, быть. Пойдём построим эту. Это сюда. И, в принципе, всё. В принципе, всё. Текст. Так, а чё я эту штуку не закрыл? Можно её сделать на сенсор, наверное, чтобы она сама закрывалась. Текст. Это у нас, по-моему, наклонная вот такая пипка. Пипка на 2 получается, да? Не вижу. Ну, слушайте, ребят, редактировать вообще не ок. Во, нормально. То есть, вот у нас, да? Это же прочное у нас? Обычное окно. А я хочу прочное. Ну, возможно, я его могу эту самую улучшить потом, да? Чипоник. 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 Как раз 3 штучки у нас хватило. У нас где-то раздолбали вот здесь, да? Блок. В принципе, я его заменил. Дальше давайте мы вот эти штуки поставим. Значит, нам надо семёрочку. И это мы будем мониторить врагов. Чипоник. Что-то страйкс не то сделал. Во. Чипоник. Во, теперь видно, кто где. Тем более прочное. Так, теперь нам надо вот здесь выбить. Здесь, в принципе, так, но вообще не нужно вот с вот этой же стороны. Как бы оно такое себе. Давайте мы здесь просто зашьём. Ну, просто здесь неудобно смотреть. Поэтому эффективности ноль. А вот здесь такое, хопа, и мониторишь, кто тут где. Можно ли на лесенку. Потом, я хочу ещё, наверное, проделать вот здесь окно, да? Ну, у нас, получается, там выход будет. Где бы можно такое окно проделать, чтобы смотреть, что у нас там? Хотя нет, выход нет. Ну-ка, давай. Ага, во. Вот здесь окно сделаем. Нам же надо знать, что у нас вообще в ангаре-то творится, да? Перед тем, как выходить, подошёл такой. Ага, враги отстреливаются, и всё. Так, уже лучше, уже мне нравится. Дальше. Вот здесь то же самое. Я хочу где-нибудь вот здесь дырку. Где-нибудь вот здесь. Вы мне сейчас скажете, блин, Страйкс, ты как-то неэффективно блоками распоряжаешься. А я скажу, нормально всё, ребят. Хопа. Нормальный такой вид на турельку. Видно, кто летит. Стало поинтереснее, посвежее. Так, и, наверное, куда-нибудь вот сюда тоже надо делать здесь дырку. Вот так. Можно даже сделать вторую здесь. Но это ладно, это будет уже неправильно. Во. Тоже перед тем, как выйти, мы видим, что происходит. Дальше. Я хочу, чтобы здесь у меня было всё-таки вот такая фигня. Немножко страдает обзор, зато у нас с бортов закрыто. Как бы забежал такой сюда. Хопа. И здесь смотришь. Нормально. По крайней мере, стекло не будут выбивать с прямого видения. Так, чуть база поинтереснее стала, да? Согласитесь, посимпатичнее. А где у нас там было стекло, которое я не видел? Где-то вот оно стояло. Но я его не видел. И давайте мы, знаете, что... Так, со стёклами ещё два осталось, да? С окнами. Это у нас какое? Это у нас база большая. Это маленько-маленько. Не надо. Это база. Это бетон. Так, сортир я забыл поставить. И душ. Исправляю косяки ошибки. Вы мне сказали, я исправляю. Так, значит, туалет. Туалет, конечно, круто. А, это душ. Где у нас будет душ? Душ. Наверное, сразу прибежал такой. Вот здесь вот у нас много места. Вот здесь вот душ поставим. Радиацию смывать. Да? И туалет. А туалет что даёт? Похмелье? Ох ты, проблевался, да? Не с варенья. А, ну правильно там. Понятно всё. Душ и туалет. Всё правильно. Здесь в этой игре как бы... Всё круто. Освежился. Радиацию снял. Низкая радиация. 6 секунд. Можно, кстати, юзать такой лайфхак. Сначала душ принял, а потом на радиацию побежал. Получается, вроде как, не совсем схватил, да? У тебя баф идёт 6 секунд, пока бежишь, успел заскочить в этот кораблик, к примеру. Так, ну этими штуками можно вот так закрывать, чтобы вроде как и видишь, и в то же время защита, да? Можно даже сначала ставить решётку. Вот как надо делать, наверное. Сначала решётку, как вы говорите, она не герметичная, но она защищает. Вот. А потом стёклышко. И в итоге мы сохраняем пропорцию в один блок, ну типа как вот такую, да? Ну здесь в данном случае мы ничего не сохраняем, но я имею в виду вот отсюда. То в принципе можно было поставить сначала. Ну мы, короче, вот так как... Кстати, можно её в конце поставить, или они это убрали. Ах, вы видите. Вот здесь вот не как в Stationers, кстати. Здесь блок работает только с одной стороны. Если вы ставите с внутренней, то с вот этой части уже будет считаться вот этот блок, а вот этот нет. То есть если в Stationers можно поставить вот это вот и сюда, якобы это будет считаться вот этот блок, и сюда, то здесь нет. Здесь только одна сторона. То есть видите, я уже, получается, что захватываю вот эту часть. Такое себе. Ну вот здесь вот так можно, кстати, перекрыть. Чтобы был коридорчик. Скажите, не городи хуйни, да? Ладно. Так, это выкидываем пока. Давайте поставим вот эти штуки наверху, чтобы у нас было больше... Больше энергии. Больше энергии. Куда бы их влепить? У нас с вот этой стороны вообще нет солнечных. Поэтому давайте их куда-нибудь влепим. Так, что можно поставить из солнечных? Если я это сделаю как крышу, в принципе можно. У нас вот эта часть вообще как работает-то? Угу. Если я вот эту часть снесу, у нас получится, что вот это потолочек, да? В принципе. Или это не потолочек? Это не потолочек. А вот это? А вот это потолочек, да? Значит, сюда вот так наискосочек не получится поставить, да? Понятно. Сегодня у нас строительная серия. Будем базой заниматься, потому что тоже надо. Хотя я говорил, что это у нас не основная база, но как бы это я не не планировал эту базу делать основной. Так, в принципе, вот так нормально. Все починил. Ну давайте тогда здесь сделаем нормальными блоками. Чтобы у нас уж полностью все закрыто было. Чтоб типа как все цивильно, да? Мы же нормальные. не в какой-то там бомжатнике живем, а нормальная база стала. Вот. Починили. Хорошо. Тогда получается, что с этой стороны у нас вроде как есть. Надо и с этой стороны поставить. Но у нас страдает лесенка. В принципе, лесенка нам уже больше не нужна. Практически не нужна. Потому что у нас будет это люк. Ну или лесенку в другое место передаем. Кстати, эту штуку можно было не убирать. Хорошо. Теперь нам надо сюда влепить эту. Солнечную. У нас как раз три. И с той стороны, по-моему, тоже три. Так, сейчас отлетим. Давай посмотрим. По-моему, здесь три. Раз, два, три. Да, как раз у нас три. Начинается она ровно от этой отсечки. Соответственно, отсечки. Какое-то слово такое прилипло ко мне. Так, давай, девяточка. Подставкой. Интересная. Какая тут интересная, горизонтальная. С адаптером, с каким-то. В чем профит? Солнечная панель. А, давай обычную делаем. Панель обычная. Так, это получается, где? Вот отсюда, да? Чпоньк. Блин, она нам закроет весь обзор почти. Ну ладно. Чпоньк. 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 Чего-то как-то многовато, нет? Один. Два. Три. Чего-то эти побольше будут реально. Это я только две поставил. И это начинается у нас от этой штуки. Ну-ка. Ну, это тоже от этой штуки. Ну, это у нас по вот этот блок, это получается у нас на раз, два, три. А это у нас... Один. Два, три, четыре, пять. На пять. А это на пять блоков. Так, а в чем фишка? Вот, пять на два, на три. Пять на два, на три. Пять на два, на три. Пять на один, на три. Хм. Ну, они все такие большие. Ну ладно, не суть. Самое главное у нас... Начало где? Начало у нас вот этой штуки. И оно приходится сюда. Правильно? Даже вот на одну больше. А здесь начало у нас от этой штуки. Соответственно, оно приходится сюда. В принципе, мы вровень как бы вошли, да? Ну, вот это немножко на одну даже больше. И у нас даже осталась одна панель. Можно ее поставить горизонтально. Ну, смотри, как она встает на каких-то штукенциях. Во. Могу я ее вот так вылепить? Нет. Так я ее не могу. Толку от нее так нет. Сейчас вы скажете, что я перекрываю турели. Возможно, вы будете правы. Нет, они ставятся вон как. Ну, главное, я ее не могу поставить ниже. Ух ты. Ух ты. Прям такая серьезная штукенция. Она сама двигается, что ли? Или как? А, вот у нас еще место-то. До хрена. Давайте вот сюда влепим. Во. Во какая! Ну, я думаю, теперь у нас с электричеством проблем не должно быть. Да, вот эти гораздо больше, чем вот эти. Ну, ладно. В общем, у нас есть электроника. И электрика. Я думаю, что будет все нормально. Текст. Остались даже еще какие-то компоненты. Давай их обратно закинем. Вы мне сказали, что можно получить еще этот самый деконструктор, короче, сделать. И получить оттуда компоненты типа сати, херати и так далее. Это будет очень круто. Сейчас мы, знаете, сначала что сделаем? У нас здесь одна турелька вот такая большая. От нее, конечно, толку вообще нет. Я предлагаю здесь еще одну башенку сделать. Вот это будет уже гораздо более профитная. Так, на сколько у нас там? По-моему, на три блока. Два, три. Сейчас мы еще один столбик, еще одну башенку. Тогда у нас будет более... Вот эта передняя часть защищена. Так, и крестик, да, у нас получается. One, two, three. Вот такие дела. Да, чтоб тебе. Подпрыгни как мужик. Да, блять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Майнкрафт стройка. Раз, два, три, четыре. Ну, в принципе, мы на высоту-то вышли, да? Или нет? Или еще одна? У нас сколько получается? У, ты ее. Молодец, прыгунчик. Один, два, три и четвертый блок. Один, два, три и четвертый блок. Нам не хватило раз четыре камушка. Четыре камушка всего. Ну, я думаю, что будет все круто. Так, у нас здесь есть... У нас есть здесь бетон и стальные. Давай возьмем и бетон куда-нибудь тоже там впаяем. Для красоты. А пока мы это будем делать, мы сделаем сейчас, закажем одну турельку. одну турельку. Ну, всего поставим. Вот что сейчас за баг был? Кто мне скажет? Так, это у нас база. Это у нас палящее судно. Нет, нас интересует база. Вот видите, зераксы с нами хотят дружить. Опять репутация увеличивается. Потому что, типа, я на них не нападаю. Они нас испугались. Хопа. Так, а теперь мне надо как-то явно запрыгнуть. Запрыгнуть надо аккуратно. Может, я отсюда достану, конечно. Я отсюда достаю. Раз, два, три, четыре, пять. И там у нас такая плиточка, да? Чапоник. Ага. Не хватило. Ну, как бы, можно, конечно, не перфекционистом быть и поставить вот так. Как бы, и так сойдет, да? Русский авось. И так сойдет. Херня зажарится. Ну, нам главное профит эффективность. А там, как бы, декорчик наводить мы в этой базе не будем. Это наша не основная база. Вы мне написали, делай базу на Титане. Типа, там много герметичных комнат. Типа, я вообще просрал то, что разломал эти... Мог бы слить эту, как его... Ну, всю эту фигату там можно сливать. Так, кстати, патроны заберем. Что еще хотел забрать? Что еще хотел забрать? Турельку. Ну, я думаю, что у нас потихонечку лучше становится база. Согласитесь. Вот, напишите также в комментариях, что улучшить здесь на базе, чтобы нам, вот, как бы, на первое время нам вот такое хватало. Сейчас заодно посмотрим, как у нас там какие турельки. Потому что вы мне написали, говорит, турели, говорит, разные бывают, говорит. А ты, говорит, всего лишь одну из пиндюрил, не подумав. Так, смотрите, открываем. Ага, тоже есть. Выдвижная, пулеметная турель, крупнокалиберная турель. И выдвижная. Разница в патронах есть? Давай, смотрите. Патроны 15 мм. Патроны 30 мм. Ага. Пулеметная. А вот, кстати, выдвижная, ребят, я вот не знаю, если сделать ее на корабле. Будет, наверное, круто, да, что она будет, ну, убираться. Дизайн не будет портить, а потом раз, такая выдвинулась. Прикольно. Дальность 850, ну, она, в принципе, везде, да? Вот так. Дальность 900. 900. Нет, вот эти вот помощнее, 900 с чем-то пуляют. Пушечная турель. А, погоди, они вообще все разные. Крупнокалиберная. Пушечная. Пулеметная. И пулеметная выдвижная. В чем разница по патронам? 30. Здесь 30. Ну, в принципе, вот эти одинаковые. Только вот это вот меньше выглядит, наверное, потому что она выдвижная. Дальность одинаковая. Время перезарядки 4 секунды, то есть разницы нету. Масса тоже самое. Урон 800. Урон 800. Прочность 3900. Прочность 3900. То есть то же самое. Скорострельность 86. 86. То есть разницы никакой. И здесь, я думаю, что то же самое, да? Да. Ну, как бы они одинаковые. Давайте поставим, наверное, пулеметную. 15 миллиметров. Это у нас, получается, как и наша, да? Как гатлинг. Да, это был обычный гатлинг. А это, получается, пульками стреляет. Ну, гатлинг, блин, она патрона-то кушает хорошо. Ну, другое, она и выбивает хорошо. Так, а что дороже? В плане патронов-то. Наверное, вот это, да? Урон 400. Урон 800. Нет, вот это лучше. Давайте мы попробуем выдвижную поставить. Она и повыше будет. Чпоньк. О, вообще шикардос. Давайте тогда тут тоже переделаем. Чтобы нас две одинаковые дали. Не достал. Не достал. Ой, буду долго я пилить. Весь боекомплект сейчас потрачу за... Ой, как неэффективно-то, а. Вот это долгострой. Надо срочно этот, кадвашный, да? Это обычный... Ой, подожди. У меня, по-моему, кадвашный нет? Не было кадвашного? Напишите в комментариях. Я, по-моему, делал кадвашный. Так. Как тебе построить? Что... Ух ты какая. Слушай, Дрюк. Давай ты будешь сразу нормальный, нет? Накосячил, ребят. Ну, как бы и ладно. Чуть-чуть будет выпирать, ребята. Я уж не буду сейчас переделывать, потому что, как бы... Ну, сюда можно, в принципе, ее еще выдвинуть, да? А сюда еще одну поставить. Ну, как бы такой будет лесенка. Вот, как бы так. Вот. Оставим пока что так. Не серчайте, ребят. Не злитесь в комментариях, что я тут не перфекционизжу, да? И немножко ее неправильно поставил. Но, в любом случае, у нас в этой серии получилась база чуть-чуть покрепче. Появилась еще одна турель. Вот. Появились еще две панели здесь. И одна панель здесь. То есть, еще больше энергетики. Починили мы с вами корабль. Поставили душ в ванну. Вот. Поставили окно. То есть, все у нас меняется. Все у нас растет. Все хорошо. А это значит, что мы по прогрессу идем вперед. Вот. Смотрите, сколько патронов. Давайте закинем их на наш кораблик. Закинем патронки. Вот. Следующая серия. Так. А где вторая? Погоди. Я что, вторую не забрал? Следующая серия. Немножко перепилим корабль. Где вторая? Алло. Вторую. Дайте вторую ракетницу. Или я ее не сделал? Я же делал. Делал две. Я помню. Жик-жик-жик-жик-жик-жик. Не вижу. Не вижу. В упор не вижу. В упор не вижу. В упор не вижу ракетницы. А, не могу сделать, ребят. Не могу. На вторую не хватило. Не хватило. Вот поэтому он ее и не сделал. Получается. Ну, в любом случае, одна ракетница, это уже хорошо. Уже хорошо. Значит, куда-нибудь ее прифигачим вот сюда. По серединке, ребят. По-любому. Или куда-нибудь наверх. Давай куда-нибудь на потолок прям. Прям куда-нибудь. А, вот сюда. Вот, да. Прям сюда. И будет прям пиу-пиу. Можно, конечно, реально ее внутрь запихнуть. Если у нас тут что вообще происходит? У нас вот эта сторона, по-моему, просто блок, да? Тогда можно ее сюда запихнуть. Нормально будет. Единственное, что она, по-моему, не герметичная. Соответственно, она... Да, скорее всего, она не герметичная. Ее нельзя впихнуть. Ну, ладно. Давайте вот сюда пихнем. Во. Вот так. Чпоньк. И будем постреливать. Вот. И зарядим, естественно. Зарядье. Заполнить. Во. Этот кораблик уже более кусастый получился у нас. Встреча всей серии летим. Вы мне написали еще также в комментариях, что поставь, говорит, ядро в Титан и проверь все эти самые, там откроется пэшечка, да, вот такая. И можно будет сразу посмотреть, какие устройства остались, перекинуть сразу все ящики. Можно даже удаленку еще поставить и перекинуть. Тогда сразу все на корабль. Будет очень даже круто. Давайте посмотрим, есть ли у нас ядро-ведро. Это просто база, ядра нету. Поэтому нам нужно ядро. Где-то тут я видел его. Где-то оно ставится. Вот оно. Берем ядро. Делаем его. Мы же его можем распилить, чтобы забрать именно само ядро? По идее, можем. Соответственно, мы его спокойненько распиливаем. И еще я хотел, знаете, что, сейчас посмотреть, подождите, еще минуточку внимания вашего отниму я. Есть ли тут деконструктор у нас? Или я еще не могу его построить? Деконструктор. Давайте сейчас скиллы прокачаем, я вас отпущу. Так. О, во-первых, щит давай качнем. Чпоникс. Можно даже второй щит поставить. Отлично. Кстати, он идет и туда, и сюда, и туда. Да, это база. А, нет, это только базовский щит. Блин, он... Суки. Могли бы сделать, блин, база и это. И туда, и туда. А, нет, погоди, это большое судно, я не то качаю. Не то качаю. База... А, нет, погоди. База прокачана у меня тут. Все нормально. Большой гениальный... Вот, деконструктор. Давай деконструктор фигачим. Ремонтный отсек. Есть банкомат. В принципе, можем банкомат, а он где строится? На базе. Может быть, мы сможем что-нибудь докупить. Давайте банкомат поставим. Из оружия. Что у нас? Пулемет. Не интересен. Да, в принципе, оружие я бы не стал даже делать. Но если что, найдем. На всякий случай. Здесь все нормально. Про вот эти штуки вы мне сказали, что они неэффективные. Типа, потому что в мультиплеере они не работают, когда оффлайн. Контрольный коннектор, руда, дерево. Это парящие. Парящие. Но, в принципе, эти штуки-то тоже можно качать. Они вроде как... Хотя нет, это тоже только для парящего. Малое судно. Что еще есть? Варп не интересует. Рельсатрон. Плазменная пушка. Ну, давайте, наверное, все равно что-нибудь надо открывать. Давайте какие-нибудь кабинки открывать. Там, не знаю, посадочные. Все потихонечку будем открывать. Потому что, мало ли, что там сломается. Надо будет чинить. Поэтому давайте потихонечку все-все-все тыкать. Все-все-все. Что еще на пятерочку? На последнюю пятерку. Что я могу купить? Пришло такое, как в магазин, да? Что есть купить? Есть скидоски. Скидки. Ну, в принципе, уровень качается. У нас тут быстро. Вот, могу вот это открыть. И вот это открыть. Все, у нас тут все открыто, как бы. Вот. Как-то так, ребят. Играем. Ну, вот, выживаем. Все вроде как получается. Все неплохо. Это выключим. В следующей серии бежим... Точнее, не бежим, а летим. Летим завоевывать. И что-нибудь, глядишь, отожмем. Такое существенное. Вот. Потому что надо. У нас уже есть даже эти самые патронки. А значит, мы сможем спокойненько отобрать какую-нибудь базу уже с ракетницей пострелять. Вот. Я думаю, что мы в следующей серии летим на титан. Вставляем ядро. Перекидываем все, что есть. Нету. Вытаскиваем ядро следующей титан и так далее. Поднаберем немножко еще железа. И если успеем, то по серии долетим до Луны. И качнем эту самую, как его. Немного кобальта. Да? Нам осталось чуть-чуть кобальта. Там 200 с чем-то. Вот. И у нас будет кобальт закрыт. Останется только не один. И все. Ну, растительный модуль я не считаю. Потому что я могу его, в принципе, в любой момент выпилить через креатив. Ну, три блока у нас здесь есть. Осталось пять. Как бы, поэтому найдем. Может быть, даже растительный блок найдем на тех же титанах. Вот. Как-то так. Все. Пиши, комментируй, ставь лайки. Всех жду на следующую серию. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok